здравствуйте добро пожаловать на канал о цветах вязание и рукоделий сегодняшнее видео ответ на вопрос вот такой у меня было короткое видео о этом сорте фиалочки и вопрос касался этого устройства поэтому сегодня я вам объясню для чего я использую такие кружочки из чего я их делаю чтобы разобраться для чего я это делаю ну рассмотрим несколько сортов фиалочек например мелодия дождя у меня раскладывается веночком при этом не прикрывая серединку также соседняя фиалочка как видите у многих фиалок при цветении серединке раскрыты а некоторые сорта фиалок цветут давая очень много цветоносов на которых очень много цветов обычно это называют шапочным цветением при этом серединка закрыта а когда серединка закрыта то у нее мечают листочки розеточка уже не выглядит красивой а фиалочки должны выглядеть не только цветы красиво розеточка мое такое мнение фиалка монетоп обычно вся шапки цветов это же я у нее открывала серединку но она уже отцветает как вы видите вот он этот кружочек сегодня убирала некоторые цветочки с этой фиалочки раздвинула цветоносы тоже обратила внимание на то что у нее помельчали листики и плюс ко всему она еще и на одну сторону начала наклоняться обычные свои фиалочки на подоконнике я их кручу чтобы были ровные розеточки а здесь уже розеточка начала наклоняться на одну сторону не это не нравится и вот я поставила тоже кружочек меньшего диаметра начиная видео снялки мелодия дождя она веночком разложила цветы это фиалочка цветет букетом и несмотря на то что цветов очень много они крупные серединка здесь раскрыта и получает свою порцию цвета все с ней хорошо у этой фиалочки много цветов но тоже разложены букетиком серединка раскрыта все здесь нормально и у этой шикарное цветение цветов много серединку мы видим а вот у этого сорта казалось бы серединка раскрыта но сорт это дает так много цветоносов с цветами со временем образуется шапочка цветов и здесь тоже надо открывать серединку вот разобрались для чего я эти круги использую теперь покажу из чего я их делаю одноразовая посуда стакан для пива срезаю ножницами верхушку и вот вам кружочек плотненький вполне достаточно чтобы держал цветонос а это 80 миллиметровый стаканчик точно также срезала макушку и уже на эту маленькую розеточку установила вот на сегодня все надеюсь видео вам было полезным все стало понятным всего вам доброго до новых встреч до свидания